Сейчас хочу рассказать по поводу того, как я вообще пришел к вождению автомобиля Грузового. Изначально, первый раз вообще я сел в кабину Грузовика, это была колхида. Мне было годика три, наверное, на спальном месте, меня отец покатал один раз, помню. Дальше, значит, когда уже более-менее устал в сознании, я за рулем, катался я, конечно, много с ним, каждый день практически все лето, каникулы все с ним катался. Вот, а именно когда первый раз я взялся за руль, это было, это было примерно лет 8, наверное, мне было. 8, да, как Диме, вот так вот примерно был возраст, когда отец меня посадил на колени. Он сам нажимал педали, он сам, значит, переключал передачи, да, вот, а руль крутил, это я. Значит, это было Невьянск, старый, не как сейчас там дорога идет объездная, а это была старая дорога еще через город сам, с Невьянской. Да ты можешь поволчать или нет? Я вам даю еще минут 20 и домой, все. Я говорю, она орет и орет. Можешь помолчать? Так я разговариваю с Димой. И что, все, положила трубку, все. Не надо вам выяснять какие-то отношения. Ну вот, в общем, короче, Невьянск, старая дорога, когда, значит, въезжаешь в город, в 80-е годы, да, в 90-е начало, и там, как бы, ну, с правой стороны вот эти озера, Невьянские небольшие, вот, и въезжаешь в город, и первый светофор, ну там, да, первый светофор, сворачиваешь налево, это цементный, там, указатель был цементный. Сворачиваешь туда, едешь по этой асфальтированной дороге, дальше там будет мост через железную дорогу, который на Тагилу идет туда, на севера, и спускаешься вниз, и выходишь, получается, асфальтированная дорога уходит направо, а ты, как бы, ну, можно, конечно, через город было объехать, да, к этому месту погрузки через город, но они, все цементовозы, ездили здесь через погрунтовые дороги. Там примерно расстояние, ну, я не знаю, может быть, километра три, наверное, вот это расстояние. И вот здесь мы готово съезжали на эту грунтовую дорогу, останавливались, я, значит, садился на колени к нему, и вот эту всю дорогу, как бы, я рулил. Кольчики там, ямы, кольчики, лужи, короче, все это дело объезжаю. Вот, и, как бы, там вот я катался, катался, и потом уже, когда мне стало, наверное, ну, лет, наверное, 10, да, он первый раз, я сел за этот, сделался 30-й цементовоз, первый раз я сел за руль самостоятельно, когда отец сел рядом на сиденье. То есть он не вмешивался, ну, как бы, вмешивался, за руль вот так вот иногда там хватался, когда нужно было. Вот, я помню вот это, когда первый раз я сел, он говорит, ну, давай, говорит, пробуй. Естественно, самый первый раз машина заглохла, сразу заглохла, то есть я сцепление пускаю, и заглохла. Он-то меня, значит, повоспитал немножко, вот, и, как бы, ну, рассказывал, что надо сцепление, как бы, не просто там медленно отпускать до самого конца, а медленно опускать, машина поехала, потом сцепление подержать, на одном месте, не отпуская дальше, пока машина скорость наберет, и потом только сцепление отпускает до конца. Ну, все равно, у меня ничего не получалось, раза три, наверное, я заглох, тем не менее, потом, значит, говорит, газу посильнее, я нажимаю на газ, ну, сами знаете, зил 130, там же все топорное такое. Я, значит, на газ, у меня движок заорал, он там что-то закричал, значит, было такое вообще капец. Вот, потом, все-таки я тронулся, с какого-то там, с пятого раза, тронулся, он говорит, на газ вообще не нажимай, отпусти ногу с педали, чтобы она сама на холодственном ходу ехала там под горку немножко. И потом постепенно, как бы, газ сдавай, и вот на второй передаче газ сдавал, и рулишь, то есть я уже от руля отвлекся, потому что у меня все внимание было сконцентрировано на педалях, как, какие педали, куда нажимать, от руля уже отвернулся, и отец, как бы, помогал мне немножко. Ну, первый раз я, короче, проехал, наверное, я не знаю, ну, километра два, наверное, я проехал вот так, вот таким способом, он говорит, включая на третью, я нажал сцепление, включил на третью, вернее, он включил мне на третью, я сцепление бросил, она дернулась, но, тем не менее, все равно, как бы, поехал, дальше я уже ехал, скорость не переключал, только газ, на тормоз вообще не нажимал, потому что, как только нажимаю на тормоз, она у меня сразу блокнет. Ну, в общем, сами понимаете, это первый раз человек, который сел за руль, все, значит, прокатился, я весь устал, не помню, я там ревел, не ревел, в общем, короче, ты ли он отругал меня, не помню, ну, что-то было такое. Все, на следующий день опять мы, значит, поехали туда, и он опять на Глунтовую съезжает, останавливается, садись. Все, я опять сел, по-моему, со второго раза я тронулся, поехал, и так было каждый день, но только пустой, груженый, он мне ехать не давал, только пустой. Значит, так было каждый день, и, наверное, раза с четвертого, с пятого я уже научился к этой педали сцепления, то есть, там педаль сцепления механическая полностью идет, там, на тяге, короче, вилка, поэтому она тугое, до конца выжимаешь, отпускаешь, она машина не трогается, только в конце чуть-чуть, вот буквально ход вот так сцепления, когда нужно его, ну, чтобы машина тронулся. И газу нужно давать именно тогда, когда машина вот только-только вроде начала трогаться, и одновременно, а лучше вообще на подсознательном уровне, как-то вот сцепление резко бросаешь, но ловишь его в тот момент, когда знаешь, что машина, ну, привыкаешь, короче, привычка, и одновременно газ, и получается, что еще и газом немножко так, ру-ру-ру, чуть-чуть, и она, как бы, трогается со второй передачи на пустой. Все, значит, я к этому привык, через неделю я уже ехал сам, сам трогался, сам переключался до четвертой передачи, но это было очень редко, потому что дорога разбитая, там кусочек, как бы, небольшой, я до четвертой, только газ чуть-чуть нажимал, потом, значит, опять третью, я учился переключаться, и, наверное, через недельку отец мне дал уже груженую машину, опять же, по грунтовой, груженую машину довести до асфальтовой, вот, и с груженной я начал трогаться с первой передачи, но первая передача на 130-м зеле, это нечто, во-первых, чтобы ее включить, она там бессинхронная, нужно, значит, рычаг со всей силы отдалить вправо пружиной, там пружина огромная стоит, отдалить вправо, и как-то вот на себя, то есть, представляете, да, на москвиче, там, на жигулях, там, да, как бы, вот у меня на москвиче было, там, допустим, вниз его задавил, и к себе приезжал и сюда, и на мане было то же самое, сюда, то есть, ты просто руку прижимаешь и на себя, вот, то на зеле это нужно было руку вот так сделать, и вот так вот ее надавливать, в это время плечо болеть, вот, со плечом болело, он, короче, вторую, он проще со второй трогался груженой, но первую передачу он не мог, тяжело ему это включалось, потому что там огромная пружина, рука она вытянутая, вот так, и туда ее назад, короче, надо, и она еще не включается, включается, я, конечно, потом уже приловчился ее включать, нужно ее включать, выжимаешь сцепление, вторую передачу просто рычаг чуть придавил, но не включаешь его, то есть, синхрон попал, коробка останавливается, и потом резко хлоп на заднюю, и она втыкается без дерганий, безо всего включаешься, и когда начинаешь трогаться с этой первой передачи, она, во-первых, дергается, вот так вот, груженая, аж кабина вот так подпрыгивает, и она очень медленная, то есть, с первой переключить на вторую, это очень неудачный вариант, если ты в гору куда-то встал, остановился в гору, и ты пытаешься переключиться с первой на вторую, у тебя машина остановится, просто остановится, это нужно как это все подбить, некоторые люди просто брали с первой, вырубали резко вторую, а машина подпрыгивала вот так вот, И короче, это был очень неудачный вариант Если остановился ты в горе, груженный 10 тонн цемента Ну не важно, кого там, 10 тонн груза То все, в крутую гору какую-то ты не тронешься, нифига Потому что с первой ты тронешься, там жалко сцепление будет Там машина будет подпрыгивать вот так вот всяко И на вторую передачу, отец как-то умудрялся переключать Но это было настолько сильно, что машина дергалась И потом все-таки она разгонялась Но если обороты падали, в общем, что к чему это С первой передачи трогаться, это была, конечно, не очень удачная идея Поэтому всегда все трогались со второй передачи, даже с груженой машиной И я, соответственно, сразу же учился груженой машиной трогаться со второй передачи Обороты двигателя должны быть не сильные, чуть побольше, меньших И как можно меньше промежуток времени, чтобы сцепление буксовало То есть газульку дал немножко, сцепление отпускаешь, она вроде поехала И когда ты слушаешь, что уже скорость какая-то набрала, чтобы двигатель не заглох И 20 минут отпускаешь, она уже перестает тереться И тогда уже газком потихоньку начинаешь обирать на обороты Потому что очень нежное сцепление на зеле, нельзя его буксовать И вот этим самым сцепление у отца с новой машины, когда он пригнал этого цементовоза с Прилук С Украины Это сцепление проходило у меня на протяжении, по-моему, лет, я не знаю, 7, наверное Только в 7, через 7 лет это сцепление я сам лично менял Работая в автоколонии 12.12, это я потом расскажу Вот, значит, я научился ездить, я уже уверенно Кочки ямы объезжал, притормаживал, научился тормозить, потому что узела, тормоз, это тоже нечто Там обычная простейшая тормозная система, да Стоит главный кран воздушный, соединенный механически с педалью тормоза И просто там пару трубочек идет на диафрагме То есть нет никаких энергоаккумуляторов, ничего Просто обыкновенные тормозные эти Как они называются Ну, блядь, сейчас вылетел из головы, короче Энергоаккумуляторы вот на КамАЗах уже пошли, а там еще были просто тормозные эти, блядь, круглые такие Там диафрагма резиновая внутри То есть банальный принцип, нажимаешь на педаль тормоза, тяга через всю раму идет до крана, значит, кран нажимается и воздух пошел по трубкам в тормозные камеры, вот, вспомнил, пошел просто в тормозные камеры, тупо воздух туда, тормозная камера, хлоп, колоки тормозятся и все Простой, простейший принцип Поэтому, когда ты нажимаешь на педаль тормоза, значит, у тебя там 6,5 атмосфер, да Нажимаешь чуть-чуть на педаль тормоза, она резко колом, хлоп нахер встает Поэтому нужно было очень тоже аккуратно, что сцепление, что газ, что тормоз Это вот, посади сейчас вот этих женщин, да, которые там лазаревые жопой заезжают на паром Посади ее на 130-й ЗИЛ, посмотрим, как она поедет Вот, дальше, значит, я уже научился, я уже приловчился, мне уже это было вообще, как само собой разумеюще Если мне был возраст 10-11 лет, это вот, когда я уже чуть ли с одной рукой ехал, рычаг держал здесь, то есть, все как это Отец уже даже не вмешивался, он садился и молча, как бы, мы с ним ехали Туда ехали, я грузился, подъезжал под эту штуку, загружался, обратно садился, доезжал до этой асфальтовой дороги То есть, все, то есть, было, как вот, как обычный водитель Все, значит, дальше здесь мы катались, и мы, я еще катался, когда он в сухой лог ездил Там какой принцип был? Он все время говорит, я поехал пораньше, мне нужно выписать цемент То есть, плановая экономика, там было, как, видимо, как-то платили на завод Выкупали там, например, 300 тонн цемента, да, 300 тонн цемента И потом водитель просто ехал с доверенностью Ехал с доверенностью, вот я помню, мы подъезжали к этой конторе Он поднимался наверх туда, там что-то, комбинатор что-то делал Короче, выписывал, я не знаю, как он выписывал, но он выписал все 300 тонн, да, цемента, что мы будем забирать И этот документ на 300 тонн отвозился уже на погрузку Перед погрузкой там был, как бы, весовая, весовая И на весовой нужно было эту бумажку отдать Вот, и там она, как бы, все записывала И просто потом, когда машины приезжали, допустим, с конторы, да, там 300 автострой был То она просто давала талоны, давала талоны И эти талоны нужно было, как бы, погрузчику дяде Толе отдавать И он, как бы, машину грузил То есть там было написано на талоне, там, 10 тонн, 8 тонн Не важно, там просто было 10 тонн, а грузились только по весам, короче Да там никто не учитывал этот цемент Нахер никому не нужен был, как и солярка, как и бензин там Все вот так вот было, через 300 тонн Вот, значит, отец должен был забрать 10 тонн Он забирал 8 тонн, он машину берег Поэтому он всегда грузил там Только-только появится цемент, все, он дальше не грузит под завязку Вот, и, значит, был КамАЗ, 14 тонн грузил МАЗ был старый, раньше, когда он еще на старом музее работал Я уже как бы на новом катался в основном МАЗа уже не было У нас был КамАЗ и было два одинаковых цементовоза Вот один, он еще на этом, когда техосмотр был Надо было же бочки красить все И этот Андрей, он Он был такой молодой, он был шустрый, он продвинутый, такой немножко современный человек Поэтому он на этой бочке, он бочку покрасил все От цемента очистили, ее покрасил все И трафаретами, а не вот трафаретов иностранных букв И он как бы хотел написать цемент по-английски И, короче, у него получилось семент Буква С впереди, семент Его все потом называли Андрюха Семент Поехал, допустим На бочке у него так было написано, семент, как бы по-английски Букву И перевернул Ну вот, ну это ладно Как бы Все, значит Когда мы приезжали с отцом, обычно вот Резины хватало на один год И когда мы приезжали резину менять Обязательно я всегда ходил с ним И обязательно мы с ним вдвоем Эту резину То есть что мы делали Мы получили на складе 10 новых колес Резина была, значит Двух видов Либо РК Либо дубовая Они вот так назывались То есть никак там не по маркировке Никак Я помню, что 260-я была резина 260-я Она была Либо РК Либо дубовая Дубовая резина Это жесткая такая Вот на кразах На вот мазах Вот такая была резина Просто с такими шашечками Твердая То есть И вот накачаешь там, да 6 атмосфер 6,5 И Хоть сколько ты на нее грузи Рессоры в обратную сторону А резина даже не прогнется Она вот дубовая называлась И была РК Мягкая радиальная резина Зиловская на КамАЗ она же шла И вот эта резина Она была мягкая И когда ты нагрузишь 10 тонн Ты смотришь на эти колеса Думаешь, блядь, спущены колеса Хотя ты накачивал там По 6,3 6,8 6,5 Давление А все равно она была Вот такая мягкая И на нее смотришь все время Думаешь, блин Лопнет колесо Не лопнет колесо И ни хрена она не лопалась Она ходила год Полтора года ходила Там пробеги были Не знаю Тысяч, наверное, по 150 По 100 И эта резина хватала на год И год Как правило Эту резину Ты за год Проколы не делал Потому что новая резина Она не прокалывается Как бы обычно И все И вот год мы отъезжали Резина на лысо стиралась Нужно было ее менять То есть получали 10 новых колес К шиномонтажнику Туда Короче Эту колеса Мы свозили Все Сам шофер делал Никто Тебе Никакого Шиномонтажника Не было Была Шиномонтажная Мастерская И все И то Один раз Мы только в ней Пользовались В основном Вот Резина Заехал на стоянку И прямо Где он стоит На стоянке Этот зил Сам шофер Я не называю Водителей Я называю шофера Потому что были шофера Сам шофер Берет баллонник Домкрат Поднимает колесо Передние колеса Вообще без проблем Потому что там Оно выдвинуто Баллонник По такой длины Да С одной стороны Он сделанный Под футорки А с другой стороны Под гайку И как бы ты Баллонник К переднему колесу Вставляешь И монтажку Вставляешь Дырку Прямо возле Откручиваешь Вообще легко Смачивали Соляркой Как правило Потому что никаких Вдшек Еще в помине Не было В 80-е годы Все Значит Смазываешь Отмачиваешь их Соляркой И потом Начинаешь Откручивать Откручивались Они конечно Очень тяжело Но тем не менее Все на него Откручивалось Передние колеса Откручивались А вот задние колеса Там проблема Была Значит Зиловское колесо Оно состояло Из шпилька Гайка И футорка Значит Сначала на шпильке Одевается Внутреннее колесо Да Перевернутое Там диски были Ну там Перевернутое Дальше значит Брали футорки Закручивались Футорки И потом Ставилось Еще одно колесо На эти футорки И еще раз Закручивались гайки То есть На зеле А также на кразе Поменять колеса Это было просто Какая Лазарева Блядь Лазарева там Сдохнет сразу Нахрен И Пойдет Сядет Домой И будет За швейную машинку И будет там сидеть Или борщи варить Здесь вот было такое Значит Берешь ключ Вставляешь его туда Никаких Мясорубок Как сейчас модно Привыкли Ничего этого не было Был просто баллонник И у отца был ломик Титановый Легкий титановый ломик Вот этим ломиком То есть ты получается Ключ вставляешь Вставляешь эту монтаж Начинаешь ее давить Ничего блядь Не откручивается Нихера Прыгаешь на нем Прыгаешь Прыгаешь Сорвалось Пошло Начинаешь откручивать Она вместе с футоркой Пошла Колесо То есть эти Это просто Такой геморрой Футорки не откручиваются Потому что Ключ вот этот Он сыромятина Его проворачивает Короче целая эпопея была И поэтому Когда колеса Собирали Уже шифера Да Ну там Разбортовать Его проще Паренные лепы То есть кувалдой Обстукиваешь Кольцо Кольцо Обстучало Оно провалилось Кольцо Отлипло От кольца Дальше Там идет Стопорное кольцо И его просто Напросто Двумя монтажечками Там Одной монтажечкой Подковыришь Поднимаешь А другой От диска Откручиваешь Оттягиваешь И наверх Хлоп его туда Оно вывернуло И потом пошел Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп По кругу Все Убрал Дальше Переворачиваешь Колесо Переворачиваешь Колесо Берешь уголки У каждого Шофера Зиласу 30 И также Краза Всегда В бардачке Не в бардачке В ящике Где-то В инструментальном Лежали два уголка Это обязательно Вот эти уголки Из швеллера Не швеллера А из уголка Вырезаны просто Вставляешь его Как бы Между покрышкой И Вот этим Обручем И кувалды Пошел Отбивать Кстати Год ты не менял Она настолько прикипает Отбиваешь 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 Но все равно Потом в итоге Колесо проваливается И потом Ставишь колесо И этот диск Просто-напросто Пипку заворачиваешь Вот так И диск вытаскиваешь Диск вытащил Упал Дальше начинается Геморрой С тем Чтобы флипер Отодрать от камеры Засовываешь на руку Он настолько Прилипся Но год По 10 тонн Таскала машина В жару И в холод Настолько он прикипел Ты просто Даже не можешь Ногтем подцепить Она настолько уже Как единое целое Вместе с камерой Стала И вот Ковыряешь 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 Кое-как Уже все пальцы болят Когда ты Когда ты 8 колес Переобуешь Отдергиваешь Этот флипер Там такой запах Стоит Такой прелый Отдергиваешь Этот флипер Дальше Значит Саму покрышку Камера Она прилипла К покрышке Внутри Не отдирается Начинаешь Еще там Дальше Спускать Спускать Спустил Дальше Кое-кое Как Она прямо Черная Гниль Такая Запах Стоит Все Выдергиваешь Эту камеру Дальше Значит Если в покрышках Камер не было Потому что Бывали иногда Колеса Но там не было Камера Ни хрена То эти все Свои старые Камеры Начинаешь засовывать В новые покрышки Но как правило С камерами Они уже были Без флиперов Флипера Обязательно Либо ты получаешь На складе Пожалуйста Бери хоть сколько Их там полный Склад Флиперов был Получаешь на складе И оттуда Значит Оно обычно Старое Свои старые Смотришь Нирваны И ничего Почистил Так слегка Все И дальше Берешь Камеру Либо то колесо С камерой Значит Как правило Ну Да не как правило Просто Обычно вытаскивали Там когда Камеру Накачивали То есть Бывает Проколотые Камеры там стояли Ну Не важно Значит Берешь колесо Одеваешь на него Флипер На новое колесо В советское время Получить Не каждому давали Только старым водителям Им только Вот как заслуга Давали новую резину А молодежь Как она ездила На сбор дружины Так она ездила до конца Дима я отпишу видео Ну вот Поэтому Как бы К этим колесам Давали То есть Как заслуга То есть Я там 30 лет Тут работал На одном предприятии И мы уже спокойно Давали новую резину Переписывали Все номера резины И дальше Начинали Обувать То есть Я вообще Кайфовал Я был так уставший Но так кайфовал От того что Мы обуваем Новую резину Вот Даже сейчас Мне до сих пор Это идет В машине Какую-то новую деталь Поставишь Ты просто кайфуешь От этого Вот тогда вообще Настолько был сильный Кайф Когда вот Новую резину Обуваешь на машину Прямо любуешься На нее Запах Этот новой резины Еще и Эровская резина Понимаешь Все Потом в 12.12 Там уже пошла Эровская резина На Камазы Гусиная лапка Так называемая И вот тогда Конечно мы Это Я уже как-то Ну тоже смотрел Там Камазисты Но там они Постоянно брали Новую резину Потому что они 31 бригада Они ходили Дальнобой Поэтому В любом случае Им сразу давали Новую резину Без проблем Вообще Все значит И вот мы Короче обуваем Камеры значит Все проверяем Золотники Выкручиваем Флипера Одеваем Обратно И значит На диск Бросаешь колесо Пипку заворачиваешь Вот так Чтобы вставить В прорезь Прорезь вставляешь Колесо бросаешь Колесо падает Закидываешь сверху Значит обруч И закидываешь Отец всегда мне говорил Напротив Пипки Делаем Вот это Чтобы Стопорное кольцо Разрезом Было напротив Пипки С той стороны Я запомнил Навсегда Одеваешь туда И пошел Кувалдой И вот хлоп-хлоп-хлоп-хлоп Она легко Вообще Это стопорное кольцо Залазит Все Закинул Залез И шланг Берешь там С компрессора Берешь То есть Я повторяюсь Никаких шиномонтажников Не было Шофера Сами все делали Просто был шланг Был кран От компрессора Централизованного Все Подносили шланг Пипку не закручивали То есть Ниппель был выкручен Потому что шланг был Не как сейчас модный С пистолетом Закрыто Сюда Сюда Не было ничего Просто кислородный шланг Микновенный На конце Ничего не было Просто Ничего Все Шланг Вставил в эту Пипку Компрессор Хлоп, включил, колесо пошло качать Всегда говорили, значит Не подходить Я потом уже, когда работаю в 12.12 На шиномонтажке Потом мне уже показали водители Ну, эти мастера, что нужно Засовывать монтировку В дырки диска И чтобы, если колесо Стреляет, то оно хотя бы Не улетит никуда Но я один раз засунул монтировку Колесо накачалось, я его вытащить не смог Поэтому я, но там была специальная Монтировка такая, изогнутая И она как бы подставлялась спокойно Если колесо стреляет, то монтировка хотя бы удержит его А колеса стреляли Накачиваешь там 7 атмосфер И кольцо там село неправильно Там голову может оторвать Если ты будешь стоять возле него Но это было такое рискованное занятие Когда вот, представляешь, да Ты колесо уже накачал И надо вытащить шланг Засунуть туда ниппель И это, ты стоишь и думаешь Сейчас тебе в голову это все прилетит В общем, это было страшно Но тем не менее Не было никаких этих сеток Заграждений, ничего И даже пару раз у вас стреляло Так колесо Ладно, значит Дальше На компрессоре стоит эта хрень Накачиваешь его И давление расслуживаешь 7,3 атмосферы Все, кран закрываешь Идешь в колесо Приготавливаешься Ниппель с колпачком В одной руке И другой Берешь за шланг И Там такой свист стоит И надо до пивка попасть Блять, она Сюда-сюда Вот так вот Блять, ее Воткнул Воткнул Все, дальше, значит Закручиваешь И этим давленометром Меришь Там оно 6,7 6,6 Нормально Поеду 6,5 Надо было Нормально Ну, главное 7,3 сначала накачал Чтобы потом И все И дальше, значит Следующее колесо Следующее колесо И так все колеса Допустим Домкратом поднял Там две стороны Или одну сторону Снял колеса И на это у нас уходило Целый день С 9 утра С 8 утра И только в 5 вечера Мы закручивали Последнюю гайку На колесе Значит Принцип действия В установке колес был Какой Значит Нужно обязательно Шпильки Ничем не мазать Вообще ничем На сухую То есть Одевать колесо И на сухую Закручивать футорку Закручиваешь футорку Закручиваешь колесо Полностью по кругу Футорками И только потом Футорку Мажешь негром Это сейчас Какие-то там масла Там Крапитки Феритки Не было ничего Был негром Обыкновенный Вот этим негром Смазывали футорки Для чего это делалось Потому что негром Он хотя бы Не так сильно Пристывал От жары Прикипал И тогда Когда ты так сделаешь То там через полгода У тебя колесо Допустим Через месяц Через два Через три спустят То ты начинаешь Эти гайки откручивать То они откручиваются Без футорок Откручиваются Без футорок И соответственно У тебя потому что Негром смазан А если ты смажешь Вот некоторые даже Подлянку делали Типа шпильки Мазали Значит таким Негромом А футорки Песком Солидовым Короче И потом Этот Провинившийся Короче Колесо Никак снять не мог Он его откручивал Это колесо Но у него получалось так Что он снимал диск И у него На этом диске Короче Футорки по кругу Прикрученные гайки Блядь И ты никак Их не открутишь Короче Мучился человек Сильно С этим Вот Но все равно Даже если ты мазал Негром Через год Все равно У тебя хоть какая-то Да футорка пойдет Вместе с гайкой И на этом случае У отца был Специальный инструмент Такой ключик Небольшой С провязью Под гайку И он просто-напросто Видит что с футоркой пошло Ага Одевает этот ключ Туда Он упирается в диск И начинает дальше Футорку откручивать То есть Тогда футорка уже откручивается Гайка стоит на месте А футорка откручивает Скрежет Скрим Это было нечто КамАЗ Конечно Это другое дело Там пять гаечек Закручиваются Там не сильно Там два колеса Сразу снимаются Другая тема Но вот ЗИЛ Это было конечно нечто Ладно значит Все мы перебывали Я радовался На новой резине Приезжаешь в очередь Там за цементом встаешь Все там смотрят На тебя завидуют Ооо Новая резина Советский Союз Чего вы хотите Ладно От темы отошел Значит дальше Как я учился ездить Значит здесь я как бы ездил Ездил Все хорошо Научился И значит потом Наступает Ну мне наступает Одиннадцать лет И отца Отправляют Командировку Можно сказать Ну как командировку Короче нужно было Везти цемент В город Тавду Вот мы с Ивановской Ездили на Тавду реку Да мы проезжали До Тавду Вот в этот город Тавду Нужно было везти цемент Зачем туда нужен был Цемент Там был свой Железобетонный узел Да ЖБИ Но завод сам был Механический Механический завод Который производил Прицепы Роспуски Для лесовозов Лесовозы Как бы все Вот это Установки все Такие На перевозку леса Леса А у нас В автоколонне Ну не автоколонна А тресторуал Автострой Управление УМЗР так называлось Управление Механизацией земляных работ Которому Вся колонна Как бы Ну Принадлежало К УМЗР Там был еще СМУ СпецСМУ Но это вот Было УМЗР Даже На эмблеме На зеленом На двери Там такая эмблема Стояла Тресторуал автострой А посередине УМЗР И грузовик был нарисованный То есть управление Механизацией земляных работ Дальше значит Я говорю Что вот этот Тресторуал автострой Он Специализировался На строительстве Всего Что связано С автотранспортом То есть Тресторуал Автострой То есть Автострой В основном Он занимался Строительством Автомобильных гаражей Вот Автоколонну Какую-то Организовывали В каком-то городе Нужно соответственно Построить для нее гараж Это ремонтные боксы Стояночные комплексы Автомойку Административные здания Диспетчерскую Все Что вот связано С этим Строительством Вот этого всего Это вот дело Вот эта компания Тресторуал автострой Урал С Кургана люди приезжали С Челябинска Отовсюду По всему Урал Весь север Там ездили В Волчанск ездили Цементы В Краснотуринск Редко Но ездили Вот И поэтому Автоколонна 12.12 Куда я устроился И там главный инженер Был такой Щеколдин Вот И вот Он Когда я устроился На работу в 12.12 То Отец Он возил туда К ним цемент На автоколонна 12.12 И соответственно Он работал С главным инженером С Щеколдиным Они как бы Не друзья Но такие были Хорошие знакомые Как бы Общий язык находили вместе И тогда Когда я устроился на работу в 12.12 То Отец тоже сходил В Жену Щеколдину И у меня как бы Получилось Как по блату Что ли Немножко Я как бы Устроился И туда Короче Когда я там С лесарем уже работал В 12.12 Я Отец приезжал На этом цементовозе Туда Приехал в зону К мне Чтобы я лично Поменял ему сцепление А сцепление Раньше Мы меняли На своих бортовых машинах Оно было бумажное Обыкновенное В торсырье Бумажное Феррадо Оно долго не ходило Но меняли Как перчатки А отец Где-то достал Оригинальный С медной стружкой Оригинальный Диск сцепления Феррадо И вот я его менял На этом зеле Ладно Значит Дальше Как бы Нужно было ехать В Тавду Вести цемент На вот этот вот Завод По производству Да Механический завод Потому что Было по Бартуру По Бартуру Мы забирали оттуда Два прицепа Роспуска Для Урала К чему пришлось Что вот этот Тресло автострой Он занимался Строительством гаражей И строительством Именно этих Все что связано То есть Жилье для работников То есть Люди работают В этой автоколонии Где-то там Не знаю где Им давали квартиры То есть Они как правило Строили еще Жилые дома Для этих А соответственно Был свой столярный цех Был свой столярный цех Доски там На пол Туда сюда Рамы там И на этот столярный цех Нужно было возить бревна И вот бревна Возили у нас Два Урала На одном из них Работал Марат Дядя Марат Это лучший друг отца Они вот просто были Как в неразлее вода И вот Эти два лесовоза Возили лес И вот для них Нужно было Такие два прицепа Роспуска Новых И мы Ездили Поехали с отцом В Тавду Чтобы выгрузить туда Цемент А почему послали Отца в Тавду Потому что У него У одного Работал компрессор На зеленом 130 На цементовозе У него Сзади Стоял компрессор То есть Он работал От кардана От коробки От раздатки Он работал И соответственно Нагнетал воздух В прицеп И Выдувал Этот цемент Наружу Вот у всех Уже не поломались Короче А у него Он был В исправном состоянии Поэтому его Отправили туда В Тавду Выгрузить этот цемент А потом уже Сами лесовоза Уралы Ездили туда Забирали Прицепы Роспуски И вот мы туда Поехали Раньше старой дороги Вот сейчас мы ездим На горячий источник Не было Этой дороги Она до Волкова была И все Поэтому ездили Всегда через Тюмень И вот мы Значит поехали Через Тюмень Мы выехали с утра пораньше В 4-5 утра Поехали через Тюмень Проехали Тюмень Свернули на Нижнюю Тавду И потом От этой дорожки Тюмень и Нижняя Тавда Есть свороток На Верхнюю Тавду Там по-моему Километров 70 Что ли Этой дороги Вот И вот мы туда свернули И я сам охренел Когда отец остановился И сказал Езжай 11 лет мне было Я первый раз На асфальтовой дороге На дороге Ну Магистральной Можно сказать Но только там встречных не было Там очень редко встречные проезжали И вот я сел Значит Груженный с цементом Там был тон 7 Был от цемента Груженный с цементом Я сел Меня всего трясет Потому что я ни разу еще не ездил по асфальту Но все время ездил 11 лет не был Все говорит Езжай Третья Четвертая И первый раз Я включил пятую передачу На скорости 60 км в час 50 км в час Да Включил пятую передачу 60 Скорость Я чувствую Меня Под градом Меня все трясет Под градом Я значит Разогнался до 70 Там тоже кочки Надо было тормозить Потом разгоняться Я все Меня все Адреналин настолько хлещет У меня Все это Тут давит все Короче я еду У меня под градом Я ехал со скоростью 70 км в час Все эти 70 км Я просто охренел Я наверное Час 20 ехал И когда я перед тавдой Отец говорит Ну ладно Останавливайся Я значит Остановился Это Да было лето Я просто Вот стоял У меня Вся одежда Была настолько Сильно пропитана Потом Всего трясло Адреналин зашкаливает Вот это была Первая моя поездка Где я проехал По дороге В 11 лет Со скоростью 70 км в час На нагруженном цементовозе Все значит Дальше мы заехали В Талду Выгрузились Обратно Отец говорит Поедешь Я говорю Я не поеду Потому что Я так сильно устал Настолько сильно устал Что говорю Нет Давай Езжай сам Вот Ну и все Мы съездили Вернулись И вот Тогда Мы снова Начали ездить Невьян Сухой Лог Я уже Вообще Смело После той дороги 70 км Я уже Спокойно Мог ехать По асфальту То есть Как бы Мы немножко Там с ними покатались И Значит Наступает Тот момент Когда нужно было Вывозить цемент Цемент Значит Выделяли на погрузку Грузовиков Было очень мало И поэтому Как молоко В магазине Короче Что ты Если в 9 часов пришел То молока уже нету То Так же было с цементом Если ты приедешь Там В 8 утра Выйдешь Ты приедешь туда И ты Просто тебе Не достанется цемента Просто не достанется Поэтому Все вот эти вот Цементовозы Выезжали в 4 утра В 3 утра В 5 утра И ты приезжаешь Все равно Встаешь там В километровую очередь Вот Люди с вечера Даже уезжали Туда там Ночевали Чтобы цемент этот Получить И значит Что происходит Это было значит Пятница Пятница Отец Как всегда В пятницу Напивается В субботу Все он пьет Полностью пьет В воскресенье Он болеет Отмучивается Отлеживается И понедельник Выходит на работу Здесь Я не знаю Что произошло Но произошло так Что отец И в воскресенье Все пробухал Пропил все В воскресенье И короче Последний раз Он пил По-моему В 11 ночи Да Вино какое-то И потом И не спать А утром Нужно было В понедельник Ехать В 4 утра В сухой лог За цементом В очередь Вставать И все А он Просыпается В 3 часа ночи Он реально пьян Он даже не спохмельный Он просто пьяный Совсем Ё-моё Че делать А нельзя не ехать Если ты не поедешь Ты считай Это будет такой Сильный облом Это будет наказание Но ты не смог Забрать цемент Который последний Дают цемент Нужно было Его срочно забрать Значит Ну что происходит Говорит Серега Идти на работу Все равно надо Я не знаю Что у него было в голове Но мы с ним Все равно пошли На работу А мы ходили С Альмаша Открыли Альмаша С 31 дома На Бабушкино На улицу Где кинотеатр Родина Было Сейчас там церковь Вот мы ходили туда На работу Напомню Темно Мерзко До сих пор Не могу идти Допустим Надо идти на работу На фредлайне Я работал В 5 утра Допустим Идти на работу Я все время Вспоминаю То время Когда это было Сонно Мерзко Холодно Темно Фонарей нет По темноте Ты идешь Выграет И вот мы с ним Короче ходили Пошли туда На работу Темно Ходили через краснофлотцев Потом через парк Через 23 больницу И к кинотеатру Родина Где бассейн Вот этот вот И туда выходили Короче к этой колонне Где сейчас Атомстрой комплекс Значит Идем туда Ночь Никого нет Огни не горят По всей автобазе Огни не горят Диспетчерская Дежурный механик Который там все время сидит Врача нет Ну какой он врач В 4 утра Значит Мы туда заходим А механик Тоже они Как бы все свои Вместе бухают Как бы там Он Отец Талоны давал На бензин В механике У него своя машина была Поэтому они Как бы вась-вась И значит Отец приходит А механик знает Как бы что я Это Ну Что я езжу Еще значит Что я езжу И до этого Что еще было Да До этого еще было Что Что я приходил Утром То есть вот нужно было С отцом ехать На Ну Либо не ясный Сухой лог Да В 8 утра Он приходит Как бы на работу Но я ходил на работу В 5 утра Я приходил в 5 утра Я значит Заливал воду Если это была зима Заводил машину И Там Ездил по кругу Просто по территории По кругу Я катался На этом цементовозе Еще Еще даже было темно И я катался По кругу Тренировался Вот на этом зиме Я не знаю Вот на месте отца Я бы наверное Там переживал Безсильно Я не знаю Может он и переживал На самом деле Что ребенок ушел На работу Там короче И вот я катался По этому кругу А потом я уже начал Дима Не мельтеши На заднем фоне Я говорю Не мельтеши Или уйди отсюда Или сиди спокойно Вот Значит Я катался сначала По кругу просто А потом Я начал уже Тренироваться Задом заезжать Там с той стороны Колонны Там была дорога Где ЖБИЦ Был Растворный узел А с этой стороны Как бы была Столярка И у нее был Бункер Где Опилки выгружают Ну опилки В самосвал И вот И вот Там заезд был Узенький Под силу Три пятерки Да Этот был узел И вот Задом Я заезжал Слева Справа Задом Загонял Цементовоз Выгонял Загонял Выгонял Тренировался Короче Задом ездить То есть Это вот Было Такая Ну и вот Как бы Поэтому мы Вот утром пришли Значит он К механику Механик говорит Ну что Бухой Куда ты нахрен Поедешь Он говорит Да я сейчас Поеду домой Доеду до дома Отосплюсь А потом уже Днем как бы Поеду Но если бы он Поехал домой Он бы соответственно Не Не это Не Не смог бы Цемент получить Ладно Говорю Едем домой Короче И Ну мы как бы Должны были ехать По бабушке Нас вернут вправо И по фронтовых бригад На Шевскую Уйти на Сухой Лог А он значит Сворачивает налево По бабушкину Да И сворачивает На улицу Карепина что ли На нее направо И через 23 В больницу По краснофлотцев На Шевскую И домой Во двор А я говорю Это зачем пришли Ну в общем короче Приезжаем во двор Время там Пол пятого утра Приезжаем во двор Отец значит Вылазит Говорит Езжай Я в шоке Он просто говорит Езжай В Сухой Лог Все Вышел и пошел Домой Я сижу в этой машине Охренел Ну Такого опыта у меня есть Адреналин зашкаливает То есть Как бы Это 12 лет Мне было Я значит Ну ладно Сел Машина была заправлена То есть Все баки были полные Сел Ну и значит Вторую передачу Как положено Все поехал Выехал Выехал со двора Там даже гришников не было Спокойно Проехал и пошел по трассе Скорость 70-80 70-80 Я естественно Ни в поту Ни в каком Я уже Настолько уверенно ехал Как обычный шофер То есть я спокойненько Ехал в Сухой Лог Там был пост И еще в Белоярке Значит Белоярку я Проезжать У меня было темно Но я все равно Так вот привстал И пост Гришники были На них какой-то Уазик остановили Там короче И я значит Проехал Все Дальше Гришников не было И значит Я прошел Сухой Лог Уже 70-80 Скорость Не доезжая Богдановича Сворачиваю налево И там еще 20 километров Доезжаю До Сухого Лога Через мост Спускаю И на Грунтовую дорогу Где Сансон Даже катался За рулем Маленький Это был И значит Туда подъезжаю К месту погрузки И очередь Наверное Машин 20 стоит Все Я в эту очередь Встаю И сижу В машине Тут приборы Изучаю Короче Там вот это Все Туда-сюда Даже залез Капот поднял Для вида Видимо Посмотреть Что там Творится Просто капот поднял И обратно Закрыл Ну и все Значит Стоим Время 8 утра Начинается Погрузка Запускают Там по 5 машин Запускают А талоны Выдаются Именно на самом Входе Значит Останавливают Ну как Пацан 12-летний На 130-м Зеле Цементовозе С полуприцепом А я Значит В это время Стою В очереди Дальше Значит Подъезжаю Уже 3 машины Осталось До этой будки Я выхожу А там была Тетя Тамара Тетя Не помню Как ее звали Я подхожу Здравствуйте И говорю Чего пропускают Там стоит оператор Тоже Дядя Толя Кстати Его звали И он Эту трубу Пускал То есть Там принцип Какой То есть Ты Подъезжаешь Ровно А у зела 130-го У него капот Как бы Вот такой И посередине Полоса идет Такая Центральный Бардачок По центру И вот так Когда ты подъезжаешь Ты вот так Все время По этой Центральной полосе С этой трубой Сравниваешь И вот Прямо Ровно По ней Идешь Проезжаешь И потом Поворачиваешься Назад Через заднее стекло Уже ищешь Трубу А там же Бочка впереди Ищешь трубу И она примерно К этому люку Подъезжает Тихонечко И он там Сигнал Тебя дзыкнул Ты резко Останавливаешься А внизу Весы Тоже резко Как бы нельзя Останавливаться Потому что Весы качаются Ты притормозишь Потом ты выходишь Залазишь По лесенке На бочку И Этой штукой Она как бы Туда сюда Поддается Вот так И Направляешь На свою дыру Направил Он нажимает кнопку Бук В дыру Заприкоснулась И ты все Слазишь И пошел В это время Он включает И там такой Такой напор Машина вся Начала так качаться В это время Ты идешь По лесенке К нему На второй этаж Туда Привет Привет А у него там Помню Вот если у дяди Толи в Невьянске У него была просто Труба и рычаг То у этого Были какой-то Такой зеленый щит С кнопками Там короче Пульт управления Такой целый У него был И у него Были весы Стояли Круглые Механические По которым Он цемент Загружал И весы Поднимались Спускались Поднимались Ну как бы Взвешивал По весам Он грузил по весам Ну все равно Как правило Восемь тонн Надо было загрузить Значит Все Берта на восемь тонн Он по местам Мне эти восемь тонн Загружают Я к нему зашел Он говорит А где отец-то Я говорю Да он в машине Игрую сидит Ну и все Значит Я помню Я выезжаю И из этого Когда меня загрузили Уже он поднял Я выезжаю И я с таким Гордым видом Вот просто Знаешь Вот настолько Гордый у меня был вид Потому что цементовозники же все стоят Там целая очередь народу Понимаешь Я с таким видом Важным Выхожу из этого зела Одеваю варежки Лезу на этот люк Туда наверх На цементовоз Это значит С щеточкой Как отец сделал С щеточкой Там весь этот цемент По краям Весь очищаешь Чтобы резинка была чистая С люка очищаешь Люк этот Закрываешь аккуратненько На эту резиночку Одеваешь Эту херю Которая крутится Ну закручиваешь Барашек этот Закрываешь Начинаешь этим барашком Вот так вот Его закручивать Закрутил Сильно нельзя Тебе закручивать Потому что Продавишь резинку Все закрутил Слазишь С таким Высокозадранным носом Знаешь Типа Пошел В кабину Там Я не знаю Что думали водители Когда 12-летний пацан Управляет машиной Там С ней Грузит Как бы туда-сюда Я не знаю О чем не думали Но тем не менее Значит я важный сел Все Вторую передачу Потихонечку тронулся И поехал Все Так же Объехал эту пробку Здоровался там С некоторыми Которых я знал И значит Уже обратно На мост На все На Богданович Ушел На Богданович И я уже научился Передачу переключать Потому что там С пятой передачи На четвертую У меня выходило Как на BMW Сейчас скорости Переключается Вот так Переключал То есть Настолько я уже был опытный Вот И соответственно Я уже обратно еду Тоже так же 70-80 Белоярку Проезжаю Подъезжаю к Белоярке Поезд ГАИ Гречники стоят Я блин Короче вот так вот Встаю Вот так вот За рулем Встаю И значит Сижу С таким серьезным лицом Вот так еще руку сделал Локая Знаешь вот так вот Чтобы И значит Спокойно там Полный газ нажал Чтобы машина Чтобы не думал Там скорость сбрасывать И короче Мимо проезжаю Он даже не смотрел на меня Проехал Фу Слава Богу Едем дальше Дальше все это Малые Брусяны Все это проезжаем На дублер выходим И Следующий был пост ГАИ уже Как бы Передживые На дублере Я также значит Скорость Я держал Как там знаком Полтинник был Я также ровно Полтинник ехал И вот так вот Тоже как бы Руку поднял За козырек Взял Чтобы как бы Лицо не было видно И привстал вот так И значит Мимо там За какой-то машиной Я проехал Все Больше гречников Точно не будет Я уже знаю Я уже расслабился И все Я поехал Вот он город Начинается ЖБИ район Шевская Малышевский мост Проезжаю Переезд Вот этот Вот который На Шарташе Вот такой Кривой переезд Проехал Дальше Транспортная Развязка Блюхера И что моста Этого не было Высокого Большого Все Здесь значит Под мостом Шевская Вся разбитая Так как Была разбитая Всегда Была разбитая Мимо Кладбище Проезжаю Светофор От фронтовых Бригад На фронтовых Бригад Еще не было Дороги По-моему Направо Туда Дальше Заводов Дальше Значит Проезжаю Вот уже по Шевской Все родные места Вот она Краснофлотцев Светофор Значит Остановился я На нем Потом Загорелся Время было Где-то Наверное Уже Часа Два Или Три Дня Все Значит Я Проезжаю Сворачиваю Я На Энтузиастов Дима Можешь Спокойно Сидеть На Энтузиастов Где Вот я На трамвае Уснул Да Это вот Шевская И здесь Энтузиаст Трамвай Не идет Чтобы Повернуть Здесь Направо Нужно было Со средины Дороги Все Значит Я Со средины Дороги Как Профессионал Заворачив Зеркало Смотрю Чтобы Прицеп Бордюр Не задел А там Еще эти Столбы Трамвайные Все Я повернул Третья На третьей Передаче Четвертая Потихонечку Мимо Булочной Проехал Я уже Ехал Такой гордый Я заезжаю Во двор Где у меня Одноклассники Играют На детских Площадках А я заезжаю На такой Машине За рулем У меня Прямо Всего Адреналин Такой Мне хотелось Похвастаться Перед ними И я Значит Вниз Спускаю Трамвайные Пути Поворачиваю Направо На кольцо Эльмаша Спускаюсь Поворачиваюсь Здесь И нужно было Сразу Сейчас там Забором Все загородили А тогда Все было свободно Я Заворачиваю И нужно было Во двор Усенькая дорожка Деревья Как бы И во двор Нужно было Завернуть Я значит Заворачиваю Во двор И значит Это Подъезжаю К своему Третьему Подъезду И смотрю Короче Отец Сидит На лавочке Смотрит На меня Весь Блин Я значит Заезжаю И Здесь Стояночка Такая Парковочка Она до сих пор Существует И на эту Стояночку В это время Здесь идут Мои одноклассники Со школы Комна В 12 Классе Какая Такая Школа В 6 Снимой Класс 6 Они смотрят Вот так Поняли Что не могут Что происходит Я за рулем Я такой Важный Останавливаюсь Глушу машину Открываю Ну что Я говорю Нормально Все В это время Мать спускается И как Начала На него Ты Сама Нажал Ты Что Делаешь На него Короче На отца Она такая Успокойся Мать Все И вот Только Туда Начала Немножко Краснеть У вас похмелье Был Он был Бледный Потому что Ну представляешь Ты сидишь Ребенок У тебя уехал Куда-то За 100 За 120 Километров И все И вот он Короче Немножко Подуспокоился Смотрю Он вроде Успокоился Все Значит Я говорю Ну Поехали Выгружаться И значит Он сам Садится за руль Потому что Ну по городу Как бы Я нет Я значит Сажусь рядом И мы с ним Поехали еще Выгружаться Все И заезжаем Как бы Туда А механик Тот же Смотрит Фу Ну слава богу Вернулась машина Это знаешь Он тоже Как бы на себя Ответственно Режал Путерки расписался И он такой Механик Фу Слава богу Машина вернулась С охранности Ну и все А я рядом Сижу На этом сиденье Это потом Отец Сказал уже Этому механику Когда они там Бухали Сказал что Серега у меня Ездил Туда Я-то Дома был Он у меня ездил Туда Ну и все Как бы Выгрузились Отец потом Уже успокоился Ну поставил машину На выгрузку И тут отец Начал меня Отчитывать Какого хрена Ты говорит Спалил Бак бензина 120 литров Я все 120 литров Спалил Потому что я 70-80 ехал Когда отец Ездит Он ездит Экономно 65-70 Потихоньку И ее расход Там Он приезжал Еще 25 литров Оставалось Который он Мог успешно продать За бутылку Там отдать Туда-сюда Вот И А я все 120 литров Спалил Вот он меня Короче Он так прочитал Говорит Ты говорит Охренел Куда нахрен Столько бензина Спалил И вот это было Единственный раз Когда значит Я вот как бы Это Прокатился Вот такой рейс Но я такой довольный Был просто А потом значит Я уже ходил на работу Мы как бы с ним ездили И потом Там еще был Его наедруг один Звали его Серега Он работал на бензоводе На 131-м Зелу Бензовоз Военный Бензовоз Зеленый Он был новый А тот вообще Был безбашенный Просто безбашенный Я с ним садился Я говорю Поехали кататься Поехали Он тут же По городу А говорит Садись за руль Насрать Я на этом зеле Блядь Вместе с ним По городу Бензин развозили Короче Вообще было это Ну ему похер Вообще было Он во-первых Сцепление Вообще не пользовался Он скорости Без сцепления переключал Меня научил Без сцепления переключать На зеле скорости Вот Было как бы вот так Ну и все Значит здесь я уже То есть когда я Уже грузчиком Магазин пошел работать Да Я уже там зеле ездил Ну блядь Как вот Всю жизнь на нем ездил Ну а потом Ну а потом соответственно Когда уже Пошел устраиваться В его тресу Автострой Учеником Автослесаря Дальше там уже Немножко там Поработал Там Меня значит Не взяли На этот На курсы Потому что Да Знаешь Типа У нас там Все занято Квоты закончились Месяц Поработал Полгода Сколько там Месяц три Наверное Я поработал Я говорю Мне нужно На права учиться Нет Я говорю Ну тогда нахер Я увольняюсь С этого тресу Автостроя Я уволился И буквально Там следующий день Или через день С другом Который вот у меня Был в компании Серега Мы с ним вдвоем Пошли короче Автоколону 12-12 Чтобы там Через автоколону 12 Пойти учиться На права И там соответственно Я устроился Сначала слесарем Автослесарем И потом Когда нам сказали Что через полгода Мы вас направим На курсы Ну значит Слесарем Я там отработал Полгода Я потом буду Более подробно Рассказывать Про мои работы Как я там работал Но тем не менее Полгода проходит Я уже там Многих знал В колонии В этой Я значит На курсы говорю Мне на курсы надо А мне Бельский Этот Начальник АРМ Ну Авторемонтной зоны Мастерской Авторемонтной мастерской АРМ Говорит Нет Там курсы Уже все набрали Уже все набрали Поэтому там Мест больше нету А курсы были у нас В 12-12 автоколонии Которую тоже Потом буду рассказывать Вот И То есть Туда А там было все занято Я такой Ну ладно Давай еще отработаем Еще полгода До следующего Как бы курса Все проходит Еще полгода Тот курс уже сдал Уже набирается Новая группа Я значит опять Мне надо Я уже бригадиром Слесарем был Все значит Я значит опять И мне он опять говорит Опять все занято Но ему же нужны Как бы Специалисты Притом хорошего уровня Ну и все значит Я так расстроился Говорю Меня так не устраивает А я уже познакомился Я уже много знал Потому что я делал машины всем Я делал хорошо Даже этот Серега Который на команде Самосвали работал Он говорит Ты говорит Единственный слесарь Который закрутил мне Кардан так Что я Месяц целый Он у меня не откручивался А так обычно Неделя Все Кардан снова открутился Болты позарезал А он говорит Месяц я отъездил И он не откручивался Кардан Потом все равно открутился Ну и все значит Был там такой Вася Малибох Это Снабженец У него был новый ЗИЛ Он гонял Просто на этом ЗИЛе Вот Сколько Оборотов двигатель может Вот он на четвертой передаче Разгонялся Вот до максимального Оборота До 75 км в час На четвертой передаче Ну те кто на ЗИЛе Ездил В курсе До 75 км Разгонялся Потом только пятую Включал И у него еще была Такая манера На светофоре Он стоит Только загорается Желтый Допустим Чтоб зеленый Загореться Он уже сигналит И вот этот сигнал У него Блин На каждом перекрестке Нафиг был Он гонял Как сумасшедший Просто Но это не суть важно Важно что он У него был Блат везде Короче У него все начали Ну он снабженец Водитель снабженец Ну и все И как бы Я ему говорю Такая ситуация Говорю Так и так Что Ну вот я следствием Работаю Уже вторые курсы пропускаем Меня говорят Опять не это Он такой Че Сейчас я разберусь Короче И он пошел К главному инженеру К Щеколгину А Щеколгин этот Как бы Я тоже с ним пришел Туда Он говорит Так что же Я говорю Отец твой Цемент нам привозит Постоянно Да Все Сейчас все решим Нафиг И короче Вот с помощью Их двоих Как бы Меня как бы Начали пробивать Туда на курсы А Бельский Он уперся И ни хера Все равно Не отпускает меня И закончилось это тем Что я значит Прихожу к нему И говорю Уже курс Как бы Почти набрал Я говорю Я пишу Два заявления Первое заявление На увольнение С автоклона 12-12 А второе заявление На зачисление На курсы Потому что Человек с улицы Приходит Не работая С лесарем Его тут же Моментально Зачисляют В курсы На учебы На права А я блин Работаю с лесарем Меня ни хера Туда не отправляют Я понимаю Что я не отправляю Потому что Нужны рабочие Ну и все Я пишу Два заявления Говорю Либо это Подписываете Заявление На увольнение Либо это Заявление Которое На курсы Водителей Ну и ему Деваться некуда Причем давление Там сверху Было И он Скрипя сердце Подписал мне Которое на курсы И вот И вот тогда Я уже Попал На эти Курсы Там Отдельная История Как я там Учился Вот Ну в принципе Вот Как бы Вот такая была История На того Как я Научился Ездить На грузовике С какого возраста Как И Как опыт У меня был То есть Я заезжал В любую дыру Даже На Любых машинах Абсолютно Вот Такая Вот История